Хочу сказать, вчерашняя встреча депутата Воронежской городской думы с разработчиками генерального плана Воронежа и с руководителем управления главного архитектора позволяет мне сделать вывод, что со стороны администрации города в очередной раз брошен вызов горожанам. На встрече было указано, что 85% проекта генерального плана не подлежат корректировке. Фактически со стороны администрации горожанам и их представителям поставлен ультиматум. Будет так, а не иначе. При этом хочу напомнить, что именно представители горожан-депутаты определяют, каким будет генеральный план. Если представители администрации не способны разработать проект, устраивающий горожан и депутатов, они должны быть уволены. Либо депутаты Воронежской городской думы должны поставить вопрос об отставке главы города и вновь вернуться к разработке генерального плана. Язык ультиматума в данном случае точно не уместен. Уверен, что в ближайшее время со стороны ответственных горожан и их объединений будут направлены обращения в адрес депутатов, а также руководителей фракций партий Воронежской городской думы. И в первую очередь это касается Жогова Романа Владимировича, руководителя фракции «Единая Россия». Так как именно от их решения в большей степени зависит, будет принят генеральный план или нет. Напомню, что именно представители разных партий, и в том числе Жогов Роман Владимирович и своей партии, заявляли, что они готовы действовать в интересах граждан. Мы в очередной раз с вами увидим, что стоят их предвыборные обещания. Мы просим руководителей фракции Воронежской городской думы убедить своих депутатов не поддерживать предлагаемый проект генерального плана и добиться проведения полноценных общественных слушаний.